Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Phoenix Point, издание первого года. На самом деле, Phoenix Point я не играл, наверное, уже дня 4. Все видео выходили в записи, но я об этом уже писал в комментариях. И, честно сказать, я немного подзабыл, что у нас тут происходит. Давайте немножечко освежим память. Здесь у нас логово пандаранов. Насколько я понимаю, сейчас мы для тренировки как раз туда исходим. Вычистим это логово. Также у нас есть гнездо пандаранов. Сюда наш летит отряд на огром птицы. И есть цитадель пандаранов. Она у нас осталась на сладенькое. Когда мы, соответственно, зачистим эти два логова, полетим туда. Также у нас через 12 часов исследуются древние руины. И сюда пойдут вот эти наши ребята. Здесь на Монтикоре и на Гелиусе 4. Как-то мы сформируем 8 бойцов и попробуем отбить коррежевых кристаллов. Надеюсь, без потерь. Что по поводу ваших комментариев? Много пишут комментариев по поводу все-таки отстройки базы. Можно сказать, исключительно, ну не только исключительно, на учебные центры. Я уже говорил свое отношение к этому, но, быть может, когда-нибудь, когда у меня будет достаточно ресурсов, я какую-нибудь базу и отстрою. Причем я отстрою, наверное, базу вот где-нибудь вот здесь вот. Вот в Центральной Азии, так скажем. Вот эта вот база, например. Да, здесь много свободного места. Можно будет здесь воткнуть много учебок. Соответственно, бойцы будут у нас здесь тренироваться. Центральную базу я уже не хочу перестраивать, честно сказать. Здесь вот у нас построится противотуманный комплекс, и я оставлю ее в таком виде. А здесь у нас будут учебки, будут ребят тренироваться. Здесь я их буду заказывать. И отсюда они, соответственно, будут лететь уже во все края. В Южной же Америке здесь у нас есть тоже база опорная. Ну, здесь есть одна учебка. Мне, в принципе, этого будет хватать. Потому что не так много у нас здесь бойцы будут находиться. Во время только вот своего отдыха. А основных бойцов я буду здесь вот нанимать. Также поступила еще заявка сразу от двух подписчиков по поводу создания разведчика и тяжелого пехотинца. То есть разведчика с огнеметом. Единственное расхождение там в цвете брони. Поэтому давайте так я сделаю. Ну, я пока, соответственно, его делать не буду. Потому что у меня физически очков феникса нет. Описание я возьму от одного подписчика. А цветовой раскрас я возьму от другого подписчика. Потому что во всем остальном там в классах, в вооружении, которые используются, у вас полное расхождение, кроме цвета. Соответственно, один полностью описал, другой просто описал класс и цвет. Поэтому вот так вот. Как-то я вас эти пожелания скомпоную. И в итоге один боец у нас получится. Который, я надеюсь, что никого не обидит. Вот еще, еще, еще были вопросы по поводу нашего однорукого бойца. Давайте я только его найду. Как же ее у нас зовут? Она у нас в каком отряде? Да, вот Ариана. То, что я ей выдал. Какие-то не те пистолеты. Ну, не знаю, ребят. Я ей выдал пистолеты, которые мне на тот момент нравились. Да, можно ей, конечно, геру выдавать. Но я все-таки сторонник того, что оглушать и захватывать бойцов на миссиях по защите. На миссиях. Ну, таких. То есть, где вы на своей территории. То есть, где вы спокойно можете безопасно кого-то попытаться захватить. Когда вы что-то штурмуете, я не думаю о захвате противника. Поэтому я геру даже не беру. Я ей выдам какой-нибудь... Ну, я ей три пистолета каких-нибудь выдам. Может быть, даже один запас положу. Потому что... Хотя нет, боевой готовности у нее пока нет. Поэтому смысла нет еще сюда ложить пистолет. Ну, при желании можно вообще все виды пистолетов, что есть, положить в карманы. И в зависимости от того, какая боевая ситуация возникает, можно будет эти пистолеты чередовать. Но это нужно, соответственно, прокачать вот эту боевую готовность. В принципе, ей относительно немного осталось здесь. Что еще? Что еще? Ну, вроде бы изважено все. Если что-то вспомню, еще расскажу. На самом деле, комментариев за это время накопилось очень много. И да, наконец-то мы достигли 1000 подписчиков. Это очень здорово. Большое вам спасибо за поддержку. Это прям круто и приятно. Вот. Ну что, давайте начинать. Давайте я сейчас... Ну, и давайте бездавайте. Что-то у меня заело немножечко. Посмотрим наших бойцов, которые пойдут на это задание. Я смотрю, они у меня уже вооружены. Карлос. Оглушающая палка-оглушалка. В общем, у него горгона, щит. Снаряжение все стандартное. У него, кстати, 35 очков уровней есть. Я все-таки, опять же-таки, сторонник того, что оставить его в таком виде. В классе берсерк. Он мне, в принципе, нравится в таком состоянии. У нас такой плотненький. Тем более с вот этим, с лазерным Асо Феникса. Он еще стал неплох на средней дистанции в ближнем бою. Но вообще там кошмарит. Поэтому, наверное, я его так и оставлю. Буду ему прокачивать вот эти вот характеристики. И даже скорость. Давайте я возьму скорость. И силу. Попытаемся ему все замаксить. Посмотрим, как у нас это получится. Эстель. Тоже 35 очков у нее есть. Что можем взять? Можем взять быстрое прицеливание. Предельная концентрация. Но предельная концентрация ей не нужна. Она у нас такого оружия не носит. Можем взять ей смертельную метку. Например, пометь врага до конца хода каждое падание. Наносит дополнительный урон. Повесить смертельную метку. А потом бжахнуть из чего-нибудь. Это забавно. Ну или быстрое прицеливание. Сделать два выстрела. Из чего-нибудь. Ну нет, я пока, наверное, не буду этого ничего брать. 35 очков. Может быть тоже ей тогда повысить. Давайте я, наверное, очки воли повышу. Очки воли ей нужны. Потому что часто я здесь подрывом у нее пользуюсь. Давайте вот так сделаю. Так, Миранда. У Миранды я, кстати, тоже второй класс не взял пока что. У Миранды я второй класс не взял. Если я буду ей что-то брать. Ну хотя, может быть, что-то скомбинирую. Может быть, что-то по вашим запросам. Но опять-таки по запросам. Без изменения имени и фамилии, так скажем. Потому что я уже к ней привык, как к Миранде. Она у нас пока Мирандой и останется. 31 очко у нее есть запасено. Наверное, давайте пока оставим эти 31 очко. Мало ли. Потом может быть что надо. Может быть в следующей серии я уже что-нибудь придумаю для нее. Так, Энтони. Ну, Энтони здесь практически все прокачано. Вот, кстати, вдохновение. Неплохо ему сейчас будет прокачать. За убийство. Плюс одну очку воли получают союзники. Давайте я это возьму. Так, у него пиранья. У него данчив. У него механическая аптечка. Патроны для пиранья. Огненная гранатка. Лазерная матрица Феникса. Все круто. 10 очков осталось. Ну ладно, останется 10 очков. Так, Роберт Ампс. Здесь винтовка, пистолет. Кстати, о пистолетах. У нас есть вот еще светитель. Кислотный появился. Кому можно его выдать? Может быть, Эстель выдать этот пистолет? Давайте я вот так сделаю. Ну мало ли, может быть, пригодится. Все-таки она у нас из пистолета стрелять умеет. За счет снайперу в ближнем бою. Может быть, как-то сможем мы здесь миллион кислоты навесить. Но мало ли, может возникнет такая ситуация. Так, Эндон, у тебя, кстати, загрузки миллион. Ты у нас будешь штатный таскатель коробок, по всей видимости. Может быть, даже и убрать для пиранья. Давайте я вот это все уберу. Если что, у нас у Данча бесконечные патроны из пиранья. Тоже можно неплохо так пострелять. Печка. Судьба. В принципе, беспомощным он не останется. Роберт. Тоже все неплохо. Джон Сентин. Кстати, по поводу Роберта. Подождите. Открытность, точность. Это что дает? Точность тоже плюс 5. Но скорость не режет. Точность восприятия при этом повышает. Но скрытность режет. Скрытность плюс 10%. Здесь что? Точность плюс 5. Точность тоже плюс 5. Но восприятие очень сильно прибавляет. Ладно, пускай в снайперской броне ходит. Так, Сентинел. Тут все стандартно у него. Мэл. Тоже, в принципе, все стандартно. Стиснуть зубы. Дальновидность. Два очка воли. Уклонение в ближнем бою. Жажда крови. Плеск адреналина. Ну нет, наверное, мы на всплеск адреналина будем накопить. И Роман Трололом. Специалист по самобороне. Защитник. Плюс 2 к скорости, кстати. Плюс 2 к скорости, это неплохо. Будет он у нас быстро передвигаться. Здесь у него еще плюс 4 скорость. Да, давайте я защитника возьму ему. С другой стороны гранаты. Зачем ему эти гранаты? Ими не пользуются и загрузки у него особо нет. Только ему силу прокачать. Давайте ему силу еще прокачают на 2. Хоть какая-то загрузка у него здесь появится. Чтобы свободное место появилось. Может быть тогда что-то ему выдать. На самом деле те же гранаты можно выдать. Или еще одна турель? Нет, на турель места не хватает. Давайте я ему огненный гранат выдам. На случай появления умбры. Они могут нам пригодиться. Тогда и защитник, в принципе, неплохо ему зайдет. Пантин радиус метания гранат. Но это уже нет. Из общего, соответственно, из общей копилки я не буду брать. И хорошо, давайте отправляться. Уровень опасности высокий. Пандораны. Вражеские подкрепления будут приходить. Это понятно. Ладно, поехали. Ну посмотрим, не забыл ли я как играть в эту игру. Так, кого мы сразу видим. Ай-яй-яй. Вот эту штуку надо уничтожать. Она будет нам мешаться продвигаться вперед. Здесь у нас тритон маньяк. Регенерация, двойное восприятие. Ладно. Ну, это дрянь надо убить. А то у нас тритон маньяк видит. Отсюда его будет видно. Ну да, откуда-то отсюда. Ранта. Роман. Нет, здесь плохая видимость. Я бы на самом деле даже вот сюда подвел. Если отсюда будем стрелять. Ну, плохая будет видимость. Видите, здесь вот эти строения будут нам мешать. Так. Хорошо, что не артиллерийский. Червячочный товарищ. Здесь бронированная сирена. Так, это что, домик? Похоже на домик на самом деле. И вот это похоже на домик. А, соответственно, инкубатор где-то или здесь, ну или вот здесь. Два варианта. Это, я думаю, мы с помощью наших дронов-разведчиков будем выяснять. Давайте будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Пока что у нас... А, черт побери. Все равно какой-то пенек здесь выстроен. Он стреляет. Подключили руку. Можно вернуть им очки действия. Еще раз пострелять. Сначала вот с этой штукой разберемся. Так, угомонись, давай. А может на нее смертельную метку навесить? А давайте смертельную метку навешиваем. Воля осталась. Да, для быстрого прицеливания воли еще осталась. Здесь. Кто-то сможет броню ему срезать. Даже из пушки пострелять. А если я сюда, допустим, встану? Из лазера убью тритона. Из подрыва еще будет один выстрел. Давайте я делаю подрыв. Да, тритона мы выжигаем. Хорошо. Тритон уничтожен. Можем, конечно, даже чуть-чуть гранатомет. Разочек бахнуть. Роман. Роман, Роман. Ладно, Роман, подожди, иступление сначала. Может быть, ты завершающий выстрел сделаешь? Посмотрим. Стоять пока без укрытий. Но может быть и без укрытий. А если из пулемета? Из пулемета много мимо улетит. Как минимум половина. Ну что, неплохо, кстати. Достаточно точно постреляли. А из Голиафа? Из Голиафа, то есть, как она у нас пушка называется? Хель-2. Очень много разрыва есть. Джон. Так, Миранда, добьешь? Миранда. Конечно, без ружья стрельнуть. Но я хочу, наверное, добить вот этим Романом. Роман, ты убиваешь ведь его? Нет, Роман не убивает. Ну ладно, стреляй. Сколько нанесешь. Берсерк у нас еще остался. Берсерк, кстати, Херона видит. Ну как видит. Так, себе видит. Ладно, убиваем. Убили эту дрянь. Иначе она нам мешалась бы. Гранатка. Можно в сирену прислать. Немножко броней порезать. Потому что армия достаточно плотненькая. Прекрасно. А, мне тут только кого-то другого задели. Хорошо. Так, тоже можно. Карлос. Ставим сюда на боеготовность. Миранда. Сюда в укрытие встань. Сейчас по нам червей прилетят. Так, снайпер, снайпер, снайпер. Снайпер. Возьмем пистолетик и тоже на боеготовность встань. Пока конец хода. Полетело иступление. Я, кстати, других домиков не посмотрел. Там в тумане точно есть два. У тебя еще очки действия, что ли, остались? Сирена, серьезно? Или все, конец хода? Ты очень далеко прошла. Давай не четыре. Хотя бы под наступлением. Нет, она все. Так, здесь с бронебойной винтовкой. Будет стрелять? Будет. Собака. Ну ладно. В принципе, дистанция большая. Достаточно криво пострелял он. А тронщита носится. Выбежал на арену. Безумбра? Вроде бы безумбра. Щит. Щит. Ирон. Червяки полетели. Нет, не полетели. Так, по поводу домика давайте я сейчас еще гляну. Здесь нет. Здесь тоже нет. Здесь нигде нет домиков. Только вот два они в тумане стоят. Здесь маленечко туман разошелся. Здесь пока еще никого не видать. Ну давайте выщелкивать вот этих ребят. Так. Как бы нам это поинтереснее сделать? Роман. Контроль разума, вот у тебя есть. Ты как-нибудь сможешь из них контролировать у них? Ну да, у них миллион воли. 28 воли, обалдей. 28 воли. Ах ты ж. Попробуй законтролируй, называется. Можно на сирену много кислоты повесить, чтобы с хвоста всю броню срезать или из туловища всю броню срезать. Можно здесь даже в ближний бой влететь. Под всплеском адреналина. Пару раз стукнуть с щитоносца, например. Можно с гранатометчиков начать. Но гранатометчики вот только, наверное, сюда по двое будут попадать. Так, лазер. Лазер, в принципе, вот в этого щитоносца попадает. Снайпер. Найпер, у тебя голова плюющаяся? Нет, у него голова не плюющаяся. Ему, в принципе, достаточно хилицеру сейчас сбить. Чтобы он стал бесполезным. На, давайте я подрыв активируем. Лазером собью хилицеру ему. Так, я же вот в хилицеру попадаю, правда? Да, вроде бы. Да. Собьем ему просто хилицером. Ну и все, он стал бесполезен. Он будет теперь медленно верно отступать. Теперь гранаток вот. А, хотя, вот так уж по троим попадаем. Давайте как мыть вот так вот что ли, закинем. Немножечко броню по нерфим. Ну и урон какой-никакой нанесем. Еще разочек. Ну да, и прекрасно вот это укрытие сломали. Это вообще супер. Не укрытие, а здесь вот структура эта непонятная стояла. Так, у этого товарища, хотя нет, еще рука на месте. Но теперь совершенно спокойно можно их расстреливать. Роман. А из этой винтовки. В принципе, можно выстрелить. Энтони. Давай сначала, наверное, лазером. Никого не видно. Ну да, из этой пушки достаточно сложно попасть. Миранда. Давай, тритон маньяк убьем. Он до сих пор думает, что держит винтовку в руках. Его, кстати, можно попробовать добить сейчас Романом, кстати. Чтобы получить какой-никакой опыт. Здесь стреляй как-нибудь вот так. Конечно, но в руку сейчас тоже попадем. Хотя вроде бы в руку не попали. Все в хвост. Все в хвост. Да, прекрасно. Есть кислоты. Вот здесь кислоты 10 брони на хвосте останется всего лишь. Карлос. Так, Рома. Давай ты допьешь уже этого товарища. Только он высунется, а ты еще промахнешься. Отлично. Есть фраг. Энтони. Я даже не буду подрыв делать. Не буду ему волю тратить. Пока так вот расстреляем сирену. Может, конечно, попробовать ее под контроль взять. Но нет, это опасно. У нее воли очень много. Сейчас всю волю потратим на это дело. Ох, ничего себе. Еще и оглушили. Ну, отлично. Значит, сейчас ее убьем. Хорошо. Тогда мне нужны дроны. Давайте сюда ставить дрон, выпустим. Нужно прощупать, где находится инкубатор. Ах ты черт, еще один херон. Серьезно? Этот-то не реактивный? Нет, этот не реактивный. Это тоже с червячками. Ну, это будет просто миллион червей в нашу сторону. Конечно, мы их нашим снайперам можем убить. У нее есть там сионический крик, так сказать. Который 100 урона всем окружающим наносит. Прекрасно это дело. Червей вычищает. Ммм, никак мы не видим, да? Перронов. Чудо, в принципе, будем видеть. Но это мы все действия потратим. Его убить, чтобы себе очки воли восстановить. Может быть. Давай, только я его сначала разомну немного. Потом его добьем. Восстановим снайпер очки воли. Ну и чуть-чуть вперед продвинемся. Только может быть даже со щитом вот так. Давай, ставь щит. Да. Ну, этот товарищ, скорее всего, сейчас подорвется на наших пауках. Ну да, пауки у нас к яду неуязвимые. Полетели черви, полетели. Прямо на точку эвакуации упал под лес. Да, два херона, это, конечно, жестко. Так, а ты вот криком... А, всех убивает. Он всех убивает. Один, два, да, всех шестерых. Обалдеть. Одно очко, десять и шесть очков воли. Класс. Это прям супер. Теперь давайте я дронов-пауков отправляю на разведку. Пускай они идут, смотрят с какой стороны кубатор. Ну да, два домика. Ну, домики достаточно неплохо расположены. В принципе, как раз мимо них пройдем и... Ну, и заберем все, что в них лежит, и выйдем на точку эвакуации. То есть сейчас на респе стоять смысла нет. Надо вперед продвигаться. Ну, кстати, первый раз такое, что домики вот так стоят. Это хорошо. Хоть какое-то разнообразие. Ну, и два херона. Это тоже, конечно, интересно. А инкубатора все еще не видно. Ага, видно. С этой стороны, да? Да, вот он родимый стоит. Инкубатор здесь. Ну, ладно. Сколько у херонов воли осталось? 17. 17 воли, кстати. Может, под контроль взять. У Романа 19 воли. Звучит, на самом деле, как вызов. Мы все воли на это потратим. Потом их контролировать тяжело просто будет. Но на контроль Отночку действие нужно. Если мы до сюда даже добегаем. Панику не надо. Подождите, контроль разума. До сюда добегаем. Вернем, допустим, очки действия. Так, Мел. Давай сюда. Замечен враг. Можно, конечно, голову выбить. Это очень сильно понизит волю. Выбить, допустим, этому херону голову. Так, ладно, Роман. Давай сюда. Роману нужно вернуть очки действия. Получается, Миранда через рывок сюда. Возвращаю очки действия Роману. Роман. Да, может, контролировать его. Давайте я сначала ему голову выбью. И что попаду. Это снизит. Да, три очка воли всего. Серьезно. Ладно. Честно сказать, я рассчитывал на большее. Ну, хорошо. Трячка воли тоже неплохо. Бомбардировка. А давайте прям сюда их бомбардируем. Пускай не инкубатор убивают. Только не разбейтесь. Один, кажется, разбился. Да. Один куда-то в тартарары улетел. У тебя нет атакующих, да. Ай, у него нет. Вот у этого есть товарищ атакующий ноги. Это такой хиленький. На хиленьких ножках. Так, я здесь. Так, эстель. Ну, тоже сюда прыгнем. Можно даже через подрыв разок выстрелить. Давайте через подрыв выстрелим из лазера. Тоже в голову. Ладно, куда-нибудь выстрелим. В голову или в туловище. Нет, четко в голову. И это прекрасно. Миранда. А сюда? Так, вы... Да все вперед. В принципе, противников не было. Если только сейчас кто-то новый выйдет, атаку было только два вот этих товарища. Так, все, перезаряжаться нечем. Я все и стрелял. Да, я все и стрелял. Хорошо. У меня, в принципе, больше не надо. Дроны свою задачу выполнили. Смотрели, где гнездо. Можно теперь спокойно двигаться. В этом отряде дроны исключительно вот такую функцию выполняют. Разведывательную. Много их не надо. Так, Роберт, давай тоже бегом вперед. Под уступлением, конечно, все носятся, как дикие у нас. Роман, кстати, еще дочку 10 осталось. Можно поуправлять кем-нибудь. Можно не управлять, просто подойдем. Будет интересно у нас его бить в ближнем бою? Или червей запустит? Мой новенький появились с Деймосом. Что будешь делать? Червей запускать? Ну да, червей запускай. Так, ты у нас с чем, дружище? С Деймосом? Регенерация, двойное восприятие. Я слушаю. Кто-нибудь видит? Ну тут, скорее всего, нет. Выступы мешают. Это у нас что за червя? Огненная. Ух ты ж, это огненная. Ну-ка, давайте будем проводить эксперимент. Если подорвать огненного червя, получится огонек. А если с другой стороны подорвать огненного червя, получится тоже огонек. Посмотрим, как будет гореть инкубатор. По-хорошему урон же яйцам должен наноситься. У яйца 0 жизни. Они должны сейчас гореть. Неплохо так. Супер. Может быть, тогда еще туда запустить? Или... Так, нет. А он вышел из-под контроля, что ли, у меня? Вышел из-под контроля. Вы представляете? Да, не хватило все-таки воли. Ну ладно. Один хлоп постреляли. В принципе, мы их сейчас спокойно убиваем. Только надо убить... СТЛ, например, чтобы волю немного восстановить. Роберт, давай подходи. И вот так вот делай. Убьем этих червячков, чтобы они нам не мешались. Так, да, два домика здесь. Ну, отлично. Два домика. Роман. Роман, может, турель даже поставить? Турель неплохо сейчас постреляет, но у него воли нет. Хотя... Тут просто можно их испепелять. Просто испепелять. Можно, конечно, еще яда тоже накинуть. О, блин, такие болты, они дорогие и ядовитые. Если поближе подойти... Вроде бы, все попадает. 50 яда. Здоровья, у тебя 500. Ты крепенький. Мерзается. Ладно, давайте подрыв. Лазером. Лазером. А давайте сначала наргалу убьем. Минус туловище. Это он уже 70 урона получит на следующий ход. 384 здоровья. 384. А давайте пару залпов из гранатомета еще сделаем. Хотя сначала это надо было делать. Броню порезать им. Так, и теперь... Без брони, в принципе, их берсерк сейчас неплохо так... Сожгет. Ему можно еще подрубить. Разрыв брони. Трезвый, допустим, всю броню на животе. Да, и убить его. Здесь... Давайте по такому же принципу и сделаем. Тоже всю броню срежем и добьем. Живота. Так, подождите, Роман сейчас вы не сможете добить. Блин, убери ногу. Не убивает, Роман никак. Хотя, подождите, сколько... Где 70 кровотечения? Сколько-то урона он же нанесет. Хотя у него два выстрела будет. Он даже с двух выстрелов не убивает. Нагазиси дурацкая. И вот так вот, давай. Ну, надо еще разок выстрелить. А теперь он умрет от кровотечения. Хотя, давайте, Роман, твой фраг, добивай. Отлично. Большого зверя у нас Роман забил. Так, берсерк, берсерк, берсерк где-то у нас. Вот это у нас. А, яйцо ты здесь не видишь. Вот так вот, станет боеготовность. Мало ли, вылупится сейчас эта дрянь. Вылезет к нам. Промыватель. Ну да. Можно, конечно, его... Выжечь. Не видим. Яйца здесь тоже не видим. Давайте я спущусь. Нет, я не буду сейчас пока поедем стрелять из лазера. Я хочу посмотреть, как их огонек сейчас будет сжечь. Промыватель, мы заранее уничтожим. Чтобы не думать о нем, так сказать. Так, Джон. Джон, Джон, Джон. Тебя? Блин, у него загрузки очень много, конечно. Ладно, давай вперед. Стань на бои готовность пока. Куда-нибудь вот сюда, что ли. Я держу мои глаза открыты. Миранда. Давай сюда. Кучков, на самом деле, можно даже назад отправить. Пускай они отвлекают на себя внимание. Может быть, Тритон сейчас по ним будет стрелять. Хотя вот Тритона здесь прямого прострела нет, насколько я понимаю. Хотя вот так вот. Нет, не должно здесь попадать. Давайте я на тот фланг их отправлю. Немножечко потанкуют они. Эти паучки. Ладно, эти паучки пускай здесь стоят. Потому что неизвестно, с какой стороны еще враг пойдет. Это вот Тритон мы видели. А с другого фланга пока никого не видели. По снайперу, ну серьезно. Как про снайпер, я и не подумал. Еще один. Про снайпер я и не подумал. Как я про тебя забыл, дружище. Ты в ответ как его не увидишь? А в ответ он и неплохо видит. А лазер видит его в ответ? Должен видеть. Да, прекрасно. Лазер его видит. Ну давайте. Вот сюда. Так. Паук добегает. Я, наверное, даже просто пауком его добью. Ну если добью, то они добивают. Так все. У тебя что? У него гранатомет. А у него смоляная тень. Блин. Так. Роберт. Давай сам не лечись. Только что, кстати, с тобой. Ну получили они урон, конечно. Но не так, ну как хотелось бы. Интересно, сколько ходов огонь будет держаться. Так, а у тебя нет таких аптечек. Ты же у нас механизированный. Ну давай, значит, Миранда. Подлечит. У Миранды аптечки есть. Так, а Энтони получается. Нет, подождите, не получается. Сначала надо иступление внушить. Где попадают? Вроде бы всем. Давайте мы Энтони отправим на дочки посмотреть. Даже, наверное, вот с дальнего начнем. У кого у нас еще загрузки много? Эстель. Эстель. Пленой Эстель. Всего ли два свободных места. Берсерк. Берсерка много. Эх, надо было Берсерком подлечить. Джон. Ну, Джон. Ай-яй, Джон. Спасибо, Джон. Но я немножко не этого хотел. Ладно, ты молодец. Миранда. Миранда, в принципе, тоже достаточно много свободного места. Как-нибудь, Мэл. У Мэла много свободного места. Мэл полетел. Вперед. Да всех надо уже к точке эвакуации подводить. Я думаю. Давайте двигаемся туда. С Умброй даже связываться не будем. В принципе, можно на тот фланг перекинуть тогда нам всех вот этих паучков наших. Пускай Мэл там с ними развлекается. А мы будем потихонечку к выходу идти. Я надеюсь, что еще пару ходов огонек у нас погорит. И за это время яйца сгорят у кубатора. И мы спокойненько эвакуируемся, выполнив задачу. Если, конечно, никто больше не прибежит. А то они могут. Так, Умбра пошел. Минус один паук. Кто-то щит поставил. Но это, соответственно, не Умбра поставил. Так, здесь что? Ну да, на следующий ход все сгорит. И по-хорошему он все. На этом его полномочия будут все. Так, Энтони. Что в ящиках? В ящиках. Мутаген. Патроны для Гаргоны. Патроны для Психея. Для Бульдога возьму. Для Железной Ярости. Это очень дешевые патроны. Их я трогать даже не буду. Так, а что у нас в этом ящике? Кто посмотрит? Эстель, да, у нас посмотрит? Нет, не Эстель. Мэл у нас посмотрит. Станковое оружие. Оружие установлено... Так, подождите. Мне что, вот эту ракетницу выдают? Серьезно? Да в смысле? Ну что это за обман? Это всего лишь манипуляторы. Я даже уже обрадовался. Аптечка, кстати, еще есть. Ай-яй-яй, это какая-то мега-ракетница была. Продвинутая, видимо, ракетница нового Эрихона. Сейчас сколько загрузка? 15-27. Ну, сзади еще аптечку забери. Уж за патронами для пистолета не побегу. А вот аптечку заберу. Ну и все, давайте всеми выходить. Ну не прямо сейчас выходить, но двигаться к выходу. Ресурсов, к сожалению, не набрали. Ну, один мутаген. Ресурсы, я имею в виду, что технологии, материалы, еда. Ничего здесь не было в ящиках. Ну, мутаген, ладно. Тоже сойдет. Тем более худо-бедно стал я им пользоваться. Роман не даст соврать. Так. Ну ладно, все, пока конец хода. Да, все сгорело. Можно эвакуироваться. Ну как, не прямо сейчас, на следующий ход можно будет уходить. Мермидон продолжает здесь пауками развлекаться. Так, ладно, Миранда. Уходим. Да. Эстель. Уходим. Да. Энтони. Уходим. Главное сейчас все мини уйти. Да. Не, она сейчас пока только Романа оставлю. Чтобы у нас путь. Ай-яй-яй, уж нас не Романами управлял-то. Ну что такое? Только не убейте его. У нас же разведчик управляет не Роман. 50 кровотечения наложили. У меня 76 здоровья. Ладно. Почему я подумал, что Роман? Яй. Ладно. Так, Роберт тоже пошел. Да. Карлос. Нет пока. И Мел тоже пока с Карлосом. Постой. Нет. Ладно, Мел, давай тебе это честь. Уничтожить инкубатор и уходим отсюда. Пойдем. Пошли. Ну отлично. Если бы не ранение снайпера, чисто было бы сработано. Хотя нет штурмойка, в принципе, нас тоже ранили. Эх, огненные червы погибли. Какая жалость. Роман медленно, но верно, движется. К пятому уровню. 5 очков умений. Мел 111 очков опыта получил. Ну ладно. Тоже, в принципе, неплохо. Так, что мы здесь? Рах не получили еще манипуляторы. Энергопакет. Патроны, патроны, патроны. Неплохо. Ресурсов. Ну, относительно много потратили ресурсов. Так, сколько выносливости у вас? 15 выносливости. В принципе, хватит. Это мне на уничтожение цитадели. Давайте, получается, я в эту сторону начинаю сейчас двигаться нашим основным отрядом. Так, строительство движено в жилые помещения. Продвинено на теле броня наковали. Мантикор 1. Экипаж полностью вылечился и отдохнул. Мантикор 1. Это они вот здесь у меня сидят. Да, еще вот про базы. Про эту кнопку я всегда забываю. Мне при него, соответственно, в комментариях напоминают. Здесь можно прекрасно все посмотреть, где какие базы находятся. Так, 12 часов у нас до карьеры живых кристаллов. Но я думаю, что я оставлю это на следующую серию. А сейчас вот этой гром-птицей мы долетим. Уничтожим еще одно гнездо пандаранов. Здесь у нас в самолете, кажется, торговать летит. А чем он летит торговать, не совсем понятно. Еду вроде я здесь хотел купить. Но можно слетать, вот и материалы купить. И да, потому что у меня достаточно неплохое количество. Здесь вот можно материалов прикупить. Нет, давайте я вот в эту сторону буду двигаться. Завтра, потом. Да чтоб вас, изгоя. Надо спасать. Получается, гром-птица полетела сюда. Она ближе всех. Ах ты ж. 14-13. Ну это отсюда, получается, нападение идет. Ну ладно, сюда мы тоже успеваем. Так. Пушка. Йор-мунгар. Урон 10. Кислота 40. Очередь 10. Эффективный радиус 17. 40 кислоты с очередью в 10. Это 400 кислоты, можно повесить что ли? 400 кислоты. Ах, ничего себе. Это много. Блин. Благодаря прорыву технологий кислотного оружия, новая программа разработки должна предоставить эти инновации на поле боя. Был улучшен и запущен в производство способ размещения кислотных карманов в корпусе из металлического сплава, из-за чего они рассеиваются при столкновении. В цель заработке заключалось нахождение некоррозионного материала, способного хранить кислоту и удерживать импульс на высокой скорости. Но разрушающегося при ударе, прототип пушки Йорбангард и боеприпасы теперь доступны для производства. Блин. 400 кислоты за очередь. Обалдеть. Даже если раз попадаешь, это уже 40 кислоты. Это, ну, есть, конечно, и по 60 кислоты цели. Но это выжигаешь в любом случае за один выстрел, прожигаешь всю браню на какую-то там часть тела. Ну, если, конечно, попадаешь в одну часть тела. И потом вся эта кислота начинает эту часть тела... А, смотрите, еще и бонусный эффект. Эффективность кислотного оружия увеличена на 20%. Да. Ох-ох-ох. Неплохо. Подождите. Тогда... А это сейчас где-то отражается? То есть здесь больше стало? Нет, не больше. Но здесь это не пишется. Это в бою будет написано. Видимо, кислота теперь есть на 20%, то 12, что ли, будет кислоты настакиваться. Я хочу Йорбангард. Только материалов на него нет. Так, ведь где он? Магодин для Йорбангард. 295 материалов. Да вы с ума сошли. Ну ладно. Я думаю, что мне сейчас за защиту поселения дадут материалов, и я его прикуплю. Так, здесь мы прилетели. Высокая сложность. 11 товарищей этих. 562 материала мне дадут. И 6, чтобы устранить угрозу. Ну отлично. Давайте мы сейчас немножечко поставимся на паузу. Я перекину снаряжение на наш этот отряд, и мы уже пойдем в драку. Далеко не уходите. Ну что, давайте в очередной раз спасать новый Иерихон. В этот раз от изгоев. Что по снаряжению? Томас Риппер у нас здесь идет. Ядовитый арбалет. Дроны-паучки. Броня. Соответственно, Ариане. Я выдал кислотный пистолет. Выдал лазерный пистолет Синодриона. И выдал нейронный пистолет Синодриона. Ну не знаю, на этой миссии. Ну, изгоев-то, конечно, мы не позахватываем. Ну, давайте попробуем. Конечно, не факт, что я буду пользоваться. Но мало ли. Пускай будет. Так. Гржак. Гранатомет. Две аптечки. Лазер. Здесь на второе тяжелое оружие ему воли... Ой, воли, господи. Силы не хватает. Поэтому он у нас пойдет только с гранатометом и с лазером. Каденхаус. Белроуз. Соответственно, гранатомет. Данчев. Лазер. Все стандартно. Так. Альсиона. У нас идет Данчев. Ударное ружье. Гранатомет. И, соответственно, броня такая биотехническая, живая. Кэтрин Зетта Джонс. Гаргона. Лазерный турель. Обычный турель. Да, у него здесь перегрузка небольшая. Но мы одну турель поставим. И, соответственно, вся перегрузка уйдет. И Ричард. Снайпер наш первого уровня. Бинтовка. Пистолет и аптечка. Так. По очкам. Давайте посмотрим. Может быть, кого-то что-то прокачать можно. Фомас. Нечего прокачивать. Ариане. Нечего прокачивать. Крыжаку. Нечего прокачивать. Кадену. Нечего. Ариане. Вот можно рывок прокачать. Но это из общих очков придется брать. Нет. Я, наверное, не буду. Пускай пока так. Так. Здесь дистанционное управление не надо. Ричард. Ну, в принципе, ничего. Ну, да. Отряд, конечно, у нас относительно слабенький. Но здесь очки нападения 11. Сил нападения. В принципе, должны отбиваться. И опять этот Форд Черчилль. Болезный. Как его уже? Кто его только не пробовал штурмовать, а? Мы его уже сколько раз отбиваем, этот Форд? Ладно. Все-таки я надеюсь, что до конца партии этот Форд выстоит. Но это, естественно, не точно. Но я приложу все усилия, чтобы они дожили до конца игры. Тем более, что сейчас у нас здесь два таких отряда действуют. Также посоветовали мне... Ну, как не посоветовали, а порекомендовали воровать самолеты у фракций. Но, как я уже и говорил, я с фракциями буду воевать только исключительно в рамках сюжета. Если какие-то сюжетные миссии будут. И при обороне одной фракции от другой. Специально сам нападать, что-то воровать, ресурсы, авиацию я не буду. Это... Ну, не то чтобы смысл, но вот такой момент в этом прохождении. Хочется быть таким относительно неплохим парнем. Так, у них тут бульдог, гранатка, ядовитая аптечка. Ну да, в принципе, все относительно неплохо у него там по снаряжению. Штурмовик нового Ирихона. Сейчас же можем повыше закинуть. Отсюда, допустим, лазером пострелять. Отсюда он... Ну, по-хорошему, он даже отсюда лазером попадать будет. Давайте я пушком захвачу этого штурмаяка. Так, у него бульдог, огненная гранатка, обойма. В принципе, неплохо. Ответ на огонь. Давайте я вот сюда отведу. Пускай он в эту сторону смотрит. Ага, смотрите, еще один здесь тяж нового Ирихона. А через что-то тут перепрыгнул. Забавно. Через что-то перепрыгнул. Тяж, ты хочешь к нам? Я думаю, что хочет. Давайте я тогда горжака сюда закину. Да, конечно, мы здесь эту волю потеряем. Могли бы всем восполнить, но зато... Ну, а слушайте, она здесь с этой... С ракетницей. С ракетницей, это прям хорошо. Можно будет вжарить по кому-нибудь, когда они поближе подойдут. Еще один враг замечен. Так, это все там, друзья, товарищи стоят. Что замечен враг? Где? Ага. Они тут кучкой. Зубдакон, осветитель, тяжелая броня. Бульдог, тяжелая броня. Так, ты сейчас с ракетой не дотягиваешься? В принципе, дотягивается. Только по своим этим попадет в строение. Хотя давайте вот сюда жахтим. Наша цель все-таки спасти все убежища. Если строения немного пострадают, я думаю, что Ерехон сильно не обидится. Ну да. И броню им немного понерфили. Слушай, у тебя даже подрыв есть. Ну давайте используем подрыв. Из лазера. Видишь, кого-нибудь? Из лазера, к сожалению, никого не видят. Но зато гранаты, и всех видят. Может быть, вот так вот надо, чтобы всех троих задеть. Получается, что куда-то вот сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Как больно. Как больно домику. Прости, пожалуйста, домик. Но они тебя все равно убьют сейчас. Ой, да ладно. Даже домик не поранил. Давайте посмотрим, что с ними. Пульдог есть. Так, одна рука отключена. И он не регенерирует. У него граната осталась. Это плохо. У тебя что? Ой-ой-ой. Все отключено. Руки отключены. Сейчас пятитель. Одна рука осталась. Окей. Так, снайпер. Снайпер, снайпер, снайпер. Ты, кстати, из лазера сможешь выстрелить? Можешь? Только вот эта штурмовика изгоев. Ну, кажется, прям в голову. Да, прям в голову. Прекрасно. Инженер. Можешь, конечно, турельки поставить. Вот отсюда она будет неплохо простреливать. Тут только по одному. Хорошо. Давайте его попробуем убить. Отлично. Так, наша однорукая бандитка. Далеко, конечно. Вряд ли она отсюда кого-то попадет. Можно через рывок вот сюда подняться. Можно наоборот поближе подойти. Но под ближний бой подходить как-то не очень хочется. Честно сказать. Кстати, у нас еще гранатка есть. Вот такая вот. Оснащение уничтожено. Просто повреждено. Ладно, встань на боеготовность. Ты просто ожидай. Наводчик. Куда-нибудь вот сюда встань. Снайпер, снайпер. Отойди пока сюда. И на боеготовность. Вот такую территорию накрой. Ариана, вот с Арианой что делать? В общем, товарищ, многие я не выбила. А ноги я, кстати, им выбил. Они весьма медленные сейчас. Обоих я ноги выбил. Обоих. Ладно, Ариана, давай сюда встань. Получается, возьмет этот пистолет и на боеготовность вот сюда. Если вдруг тебя обойти решат. Бомас Риппер, ты пока в невидимости. Отойди. Потому что не совсем понятно, сколько их еще здесь. Ну да. Но они так или иначе ломали. То, что я какой-то урон нанес этой структуре, это вообще ничего не решало. Жрец. Ага. Снайперк неприятный. Урона мало наносит. Но вируса десяточку. А, здесь бьют. И с пистолетом. Молодец. Так, еще товарищ с колотушкой. И пистолетом. Ну-ка. Ай-яй-яй. Ну почти. А это он с бульдога попробовал попасть. Ну какой-никакой шанс был. Хотя я бы, конечно, уже нервил. Лучше попробовал выстрелить. А я иступление, иступление плохо. Еще один священник. Слушайте, их много. Прям сильно много. Ой, разрывное ружье. Так, было бы не здорово его заполучить. Так, товарищ, у вас что? Этот умирает? Этот? Этот не умирает. К сожалению, штурмовик наш не видит здесь никого. Точнее, не наша. Союзный штурмовик. Давай, из лазера по берсерку постреляем. Раз уж он так стоит, хорошо. Так. И потом добить его можно, да? Нет, этого вряд ли добьет. Наверное, надо вот этим штурмовиком добивать. Да нет, вот так вот. Да серьезно, что ли? Нет, странно. Снайпер. Заговоренный, я вас понял. Заговоренный берсерк. Бывает такое. Ладно, снать, мы ставим в укрытие. Турель, кого видишь? Блин, только его видят. А этот товарищ, как же? Из укрытия встал. Нет, он заговоренный, у него не попасть. Его если только из гранатомета убивать. Вот так вот как-нибудь. Будет забавно, если она сейчас тоже промахнется. Нет, она прекрасно попала. Еще и стеночку подвинула. Но он открыл течение, умрет. Его если убивать, только исключительно ради восстановления силы воли. Так, здесь. А у тебя сколько? Десять, он тоже умирает. Сюда можешь еще гранаткой отправить им. Так, инженер. Что вот сейчас выгоднее? Маму инженеру пострелять? Здесь мы не попадем. Из лазера. Товарищ, не видно. Это у товарища не видно. Можно подлететь в ближнем бою и убить. Давайте, наверное, я так и сделаю. Убиваешь, убиваешь. Прекрасно. Еще вот этот товарищ умрет. Да. И вот этот товарищ. Да. Итого у них останется два священника, берсерка и два штурмовика. Песченики, конечно, очень опасны. Как бы разобраться еще вот с этим штурмовиком. Как бы с ним разобраться. Можно, конечно. Давайте, во-первых, я вот так вот манекен поставлю. Пускай он сагрится на него. Может, даже двух манекенов. Да. Я вот так вот сделаю. Разведчика отведу. Пускай они по ним постреляют. Так, горжак. Куда будет выстрелить? Хотя, блин, может... Нет, сюда нельзя. Здесь, смотрите, аж две сразу конструкции стоят, которые нас защищают. Можно сюда попробовать им отправить. Священнику. Так, и что у нейроновый пистолет с точностью? Такая себе точность, прям скажем. Вот в эту пострелять. А если нейроны? Чем пролечаем. Чем пролечаем. Еще бразок попасть? Еще бразок. Ясно. И то, чтобы... Я прям рассчитывал на попадание, но... Все-таки далековато было. Надо ставь еще одну турель. И отходи. Наверное, вот в это укрытие я встану. Ты... Ну... Ты на самом деле просто стой. Сколько у него? Так, нет. Он однозначно умирает. Даже хил ему его не поможет. Ну, Карин. Угу. Давайте я вот сюда встану. Конечно, вот наша однорукая бандитка сейчас под угрозой. Рантомет. Может быть, все-таки сюда вот отправить, в этого товарища, который там со снайперской винтовкой вирусной сидит. Да, давайте наш выстрелим. Ну, попытка-не пытка. Да. Двое умерло. Эх, я еще пучком не походил. Что будьте делать? Вот это дробовича бы мне заиметь. Так, надеюсь, новый рихон он будет бить. Ай-яй. Все открыть течение, отключена рука. У него аптечка есть, он сейчас подлечится. Не то, чтобы я за него сильно переживал, но его смерть и волю нам понизит. Что будешь делать? О! Отлично. Слотную гранату манекенов. Жрец. В кого будешь стрелять? Ну, ты его даже не пробиваешь, слушай. Если не пробиваешь, вирус не вешается. Извини. Машину, кстати, смотрите, какие стильные стоят. Машины? Трициклы какие-то. А, окей, так пробиваешь. Отлично. Манекены свою роль прекрасно выполнили. А, у тебя даже нет аптечки, ты, дружище. У него нет аптечки. Блин. Ладно, кидай гранат тогда. Так уж тебя спасти. Ммм, не поможет. Получается, что никак его не спасти. Мы три очка действия потратим. А на аптечку еще два очка действия надо потратить. Ай-яй, плохо. Так, здесь у нас вся воля в тартарары улетела. Ладно. Это бы я, жреца, вырезал. Который со снайперской винтовкой. Он опаснее. Так. Гранатку им еще туда. Чтоб жизнь медом не казалась. Так, он умирает? Да, он умирает. Товарищ там так и стоит. Как его оттуда выкуривать? Просто, конечно, интересный. Так, лазером попадаешь в него? Попадает. Так, а по броню у тебя чего? Ну нет, не должно от огня сейчас умирать. Еще много на нем брони. Хотя 19 брони. То есть и 21... Нет, не хватает. Не хватает. Вот эти вы укрытие сломать, чтобы турель его начала видеть. Давайте вот так вот попробуем. Я надеюсь, что эти бочки не бронебойные. Что они от гранатов зарутся? А, нет, бронебойные. Нормально. Из чего эти бочки сделаны вообще? Пошмар какой-то. Попробуй. 25 кислоты. Еще немножко кислоты. Но не туда, куда надо, по-моему, да? На туловище, на руку, на ногу. Куда угодно. Можем просто вот нашим разведчикам его убить. Не сразу, так через яд. А нет, сразу. Получается, их трое останется. Это тоже еще и в ответ постреляет. Снайпер, что скажет? Снайпер скажет, что вот это вот товарищи видит. Только у него быстрого прицеливания нет. Придется всяческие действия тратить. Так, ракеты кончились. Можем вот сюда подлететь и крикнуть. Режем им очки действия. Так, штурмовик. Слушай, штурмовик. Ты, конечно, умрешь, но давай ты вот так вот сделаешь. Восстановишь очки воли нашим ребятам напоследок. Где мой паучок-то? Вот он получил. Ай, но он очень далеко. Он прямо очень далеко. Вот как он хорошо встал здесь, а? Никак его не видно. А к нему ближе подходить уже опасно. В бульдог попало. Да, да. Пролечь. Пролечь. Слушай, еще раз надо попасть. Еще раз надо попасть, пожалуйста. Ну, конечно. Ну, конечно. Интересно. Вот как это сейчас будет работать? То есть сначала вот работает то, что у него очков воли всего лишь два осталось после крика. Вот и боевой клич. И после этого паралич. Или наоборот. Сначала паралич, потом боевой клич. Сейчас мы узнаем. Ладно. Тут ставим просто на боеготовность. И просто жди, снайпер. Ой, ну ладно, снайпер. Кажется, мимо. Ты давай по судьбе мне не стреляй, дружище. Но этот походил, он больше ничего делать не будет. Этот тоже походил. Но по всей видимости у него только одно очко действия было. То есть сначала боевой клич, потом паралич. Наверное так. В итоге они вообще все убежали. Как нам их убивать теперь? Можем еще раз им накинуть боевой клич всем. Пережем умочки действия. Может даже в ближнем бою подойти шарахнуть. Вот так вот. Да и убить тогда. Почему бы и нет? Так, дружище с паникой. Наш еще один тяж. Жаль, что до сюда вот не долетает. Хотя мы же можем из судьбы выстрелить. Так, и священник убьем из судьбы. И останется один паникующий товарищ. Ну да. Все, конец хода. Сейчас мы как-нибудь его нашими тяжами добьем. Только нашим тяжам надо добить. Давай. Ну отлично. Почти всех спасли. Если была бы аптечка у того штурмовиков, он бы тоже жив остался. Но к сожалению, аптечки у него не было. Получается, сейчас нам неплохо так ресурсов выдадут. И на эти ресурсы я сначала хочу пушку построить. А потом надо копить на новый самолет. Получили мы бульдог. Получили гранату. Патрончики все. Ох, ешкин кот. Бронильщик. Разрывное ружье. Последователи Ану. Разрыв 8. Очередь 8. Эффективный радиус 10. Ну давайте мы на него посмотрим поближе. Исследование. Но обратное конструирование мы не можем сделать. Это где? В каких технологиях-то это? Вот она, технология разрыва. Она у нас так через 2 дня будет. Нам ее как раз сейчас изучаем. Давайте тогда значит сдвинем. И посмотрим мы на дробовики тогда. Здесь 35 урона. Здесь очередь 10. А здесь 8. То есть урон, прямой урон конечно поменьше. Но при этом разрыв 8. Броня просто в щепки разлетается. То есть я так понимаю, разрыв это же от каждого выстрела идет. То есть если все 8 попадаешь, то есть это 64 брони улетает. То есть вся броня сразу уходит. И соответственно следующий выстрел уже идет в мягенького противника, совершенно без брони. Это круто. Причем даже одна обойма есть. Это мы обязательно испытаем. В каких-нибудь следующих драках. Так, здесь у нас древние руины продолжают раскапываться. Ну получается тогда этот отряд мы отправляем все-таки на гнездо пандаранов по-прежнему. Так, здесь торгуем за еду, покупаем материалов. 330 тяж. 838 материалов. И в производстве я хочу запустить для тяжа пушечку. Вот она. Yerbun Gant. Выглядит неплохо. Давайте я добавлю. 7 часов она будет строиться. Даже вот так я сделаю. И сколько у нас авиация стоит? Helios 248 технологий. 1155 материалов. 1150 материалов. Здесь можем еще 80 купить. Здесь нет, здесь мы ничего не можем купить. Ладно, давайте сюда слетаем. Купим еще немножко технологий. Так, 5 часов осталось. Здесь летим. Ага. Здесь мы уже долетели. Но это все уже мы будем, соответственно, с вами делать в следующей серии. Уничтожим гнездо пандаранов. Спасем здесь новый Иерихон. И если время останется, то и на древние руины тоже мы с вами сходим. 2 часа всего лишь осталось раскопок. Здесь у нас отряды готовы. Прям полностью готовы. Да, полностью все восстановились. Кстати, у меня учебка достроилась. Нет, еще 3 дня она аж будет строиться. Ну да ладно. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.